Газета New York Times сообщила о разговоре российского министра обороны Белоусова с главой Пентагона. Как пишет СМИ, в июле министр обороны Ллойд Остин получил просьбу от неожиданного собеседника. С ним хотел поговорить его российский коллега. С февраля 2022 года Остин разговаривал по телефону с министром обороны России всего пять раз, и почти всегда по инициативе Пентагона в попытке избежать просчётов, которые могли бы обострить конфликт. Остин впервые связался с новым министром обороны России Андреем Белоусовым 25 июня, чтобы сохранить линии связи открытыми. Это был первый телефонный разговор между двумя главами ведомств с тех пор, как Белоусов сменил Сергея Шойгу. 12 июля Белоусов звонил в Пентагон, чтобы передать предупреждение. Согласно двум официальным лицам США, русские раскрыли украинскую тайную операцию против России, которая, по их мнению, была одобрена американцами. Белоусов спросил, знал ли Пентагон о заговоре и о его потенциале усилить напряжённость между Москвой и Вашингтоном. Чиновники Пентагона были удивлены обвинением и сообщили, что им ничего на этот счёт неизвестно. Об этом СМИ сказали два официальных лица США на условиях анонимности. Сразу после звонка Вашингтон связался с украинцами и предостерёг их от выполнения тайной операции. Несмотря на глубокую зависимость Украины от Соединённых Штатов в плане военной, разведывательной и дипломатической поддержки, официальные лица Киева не всегда откровенны со своими американскими коллегами относительно военных операций, особенно тех, которые направлены против российских целей в тылу, отмечает New York Times. Эти операции разочаровали американских чиновников, которые считают, что они не улучшили положение Украины на поле боя, но при этом рискуют оттолкнуть европейских союзников от поддержки, пишут СМИ. Был ли предполагаемый украинский заговор в этом месяце реальным и неизбежным, пока не ясно, как и то, какую форму он мог принять. Во время разговора госсекретарь подчеркнул важность поддержания линии связи, сообщила журналистам пресс-секретарь Пентагона через несколько часов после разговора 12 июля. Официальные лица Пентагона отказались сообщить, поднимал ли господин Остин этот вопрос в телефонном разговоре во вторник со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. В заявлении Министерства обороны России после разговора 12 июля подтвердили, что Белоусов был инициатором разговора, добавив, что обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации. Но в заявлении не упоминалось от предполагаемой украинской секретной миссии. Официальные лица Украины отказались комментировать этот вопрос. Кремль также отказался комментировать эту статью, а Министерство обороны России не ответило на запрос о комментариях американскому СМИ. В июле начальник ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал, что Киев совершал неудачные попытки покушения на президента России Владимира Путина. Никаких подробностей Буданов не привел. Киев готовил безуспешное покушение на президента России при непосредственном участии и финансировании Запада. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, косвенно обвинив НАТО в попытке способствовать покушению. Планирование и финансирование покушения на президента России Владимира Путина, о котором говорил глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Кирилл Буданов, происходило при участии, цитата, англосаксонских хозяев Киева, утверждает Захарова. Однако американское СМИ не раскрывает, обсуждал ли Белоусов с Остином именно подготовку покушения на Владимира Путина.